Голландцев пугают перспективы наплыва жителей Украины после ратификации соглашения об ассоциации Киева с ЕС. В этом договоре они ведут политическую подоплеку и не хотят портить отношения с Москвой. Так говорят эксперты, комментируя итоги опроса, проведенного за три месяца до референдума, на котором граждане Нидерландов должны выразить свое отношение к документу. Амстердам до сих пор не дал зеленый свет соглашению, которое Киев и Брюссель подписали еще в середине 2014-го. Жители Нидерландов против этого соглашения, потому что они просто-напросто против расширения ЕС, которое влечет за собой большую волну эмиграции из Восточной Европы в Западную. Кроме того, в структурах ЕС некоторые очень устали от украинского кризиса. В одной из статей Wall Street Journal говорилось, что в ЕС есть люди, имеются в виду официальные лица, которые, я цитирую, «сыты Украиной по горло». Люди понимают, что так называемое торговое соглашение не только торговое. В нем заложена политическая идея о том, что ЕС хочет иметь на Украине больше власти. При этом многие в Нидерландах и в Европе боятся усиления конфронтации с Москвой. В Европе хотят жить в мире и сотрудничать с Россией, и не хотят видеть ее в качестве врага. И это одна из главных причин. Результаты референдума, который намечен на 6 апреля, не будут обязательными к исполнению. Но, по словам аналитиков, если большинство выскажется против ратификации соглашения, правительству придется с этим считаться. Под угрозой тогда окажется и судьба самого договора. В ЕС решения принимаются только единогласно. Если Нидерланды будут против, документ со стороны Евросоюза не утвердят. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, чтобы успокоить граждан, сказал буквально следующее. Некоторые думают, что для Киева это первый шаг к вступлению в ЕС. Но это не так. У нас имеются соглашения об ассоциации со странами Центральной Америки, Ближнего Востока. И они не подают заявки на членство. Может быть, на вступление в песенный конкурс Евровизния. Но не в Европейский Союз. Конец цитаты. При этом Рютте отметил, что Голландия на этом соглашении хорошо заработает. Продолжение следует...